Ребятки, честно говоря, я не хочу обсуждать ваши костюмы, потому что как только я начну об этом говорить, что это действительно ваши одежды, вы мне пришли, я думаю, зал будет аплодировать. Сейчас все все увидят, много сюрпризов. Один только вопрос. Как ощущение завершать первый конкурс? Сложно или просто? Абсолютно не сложно. Мы готовы на все 100%, тем более Потап уже носочки одел, кроссовочки, иначе готов. Наконец-то он оделся, да? Ребят, кого будете благодарить? Слово «мушкетер», сказала дама. Мы хотим поблагодарить за поддержку и помощь Александра Фельдмана и, соответственно, Фельдман Экопарк за поддержку, помощь и, собственно говоря, за хороших, милых животных. Кто не знает старика Фельдмана? Да практически никто, но теперь-то все знают. Там тигренок просто маленький новый родился, мы поэтому так... Важная информация. Родился маленький тигренок. Господин Фельдман, нужны деньги для тигренка. Лига смеха ищет спонсора. Мы тоже можем рычать, как тигрята. Фельдман. Ребят, порвите зал. Удачи. Да. Здравствуйте, друзья! Перед вами любимый город. Наша тема — историческое кино. Но так сложилось, что у каждого члена команды свой любимый исторический фильм. Поэтому произошел конфликт. Да нет, никакого конфликта, я вас умоляю, что вы как-то не знали. Можешь помолчать? Пацаны, поймите, мы сейчас должны показать реальную историю. Историю? Тогда давайте отправимся за подвесками в Англию! Ну, в Англию так в Англию, я в принципе согласен. А потом обратно во Францию! Во Францию меня устраивает любая европейская страна. Помолчите! Сейчас нам нужно показать исторические факты. А что мы в таком виде можем показать? Ну, я вам в таком виде точно ничего показывать не буду. Яночка, ты бы помолчала, ты тоже далеко не святая. И вообще, что ты так вырядилась? У тебя хоть что-нибудь общее с церковью есть? Да, рейндж-ровер. Да как ты с девушкой разговариваешь? О, это ты типа страшную подругу с собой привела? Вообще-то я Уильям Уоллс, храброе сердце. Ты больная печень, у тебя лицо уже синеет, угомонись, мужик. Я извиняюсь, а от кого луком несет? Это, походу, от меня. О, Робин Гуд, а вы тут какими судьбами? Я, как всегда, забираю еду у богатых и раздаю ее бедным. А, понятно. И хоть себе что-нибудь оставляют, он уже колготочки с детского сада свисает. Какой кошмар, вот куда подевались нежные, ласковые, милые мужчины? Они с другими мужчинами. Барин, Барин, Барин! Здрав, буди бояре! Знакомьтесь, ребят, старорусский холоп Прошка. Да. Ну, рассказывай, Прошка, че пришел? А там на деревне кто-то всех баб перепортил. Кто? Прошка? Я Прошка. Да не ты Прошка. Так не Прошка. Да ты Прошка, кто баб попортил? А он, он, он попортил. Блин, пацаны, вай-фай пропал. О, появился. Мужик, антенку не трогай. Ладно, если что, я на колокольне. Давай, когда идешь, позвони. Пацаны, ну что опять происходит? Ну каждый раз одно и то же. Это ты сейчас про цифры на своих весах? Да ты достал уже. Соберитесь, ребята. Вы понимаете, что мы сейчас должны показать лучший исторический фильм? Потому что я тут краем уха слышал. Это Ван Гог краем уха слышал. Ты посмотри, а. Брошка решил не звонить, бомжа скинул. О, Атос воскрес. Воистину воскрес. А перестаньте. Я выиграл. Пацаны, вы понимаете, что таким поведением вы показываете неуважение к украинской культуре? Между прочим, в Японии чтят украинскую культуру. Где-то в провинции Цюань. Здравствуйте, маленькие самураи. Здравствуй, усатая гейша. Зачем вы пришли в мой дом? Мы хотели сделать суши, но у нас есть только рис. Но я не отдам вам рыбу. Тогда и рис нам не нужен. Щедрик ведрик. Дайте вареных. А все, перестаньте! Пацаны, угомонитесь. Вы можете наконец-то показать нормальный исторический фильм. Готовьтесь, я объявлю. Друзья, все мы знаем историю про 300 спартанцев. Но никто не знает, что на самом деле их было 306. Итак, царь Леонид в ущелье перед битвой. Твою мать! Что за подкрепление? Вы как воевать собрались вообще? С Божьей помощью? Хорошо, что крест взяли с тобой. Будет кому отпевать. Ребята! Это же не фломастеры! Это война! Война? Это не твоя война, брат. Боже мой, да вы же абсолютно бесполезные при военных действиях. Ты вот, ты, ты, ты! Ты что умеешь делать? Ну я с 300 метров попадаю белки в глаз. Ага, если нас будут нападать белки, ты пригодишься. Но на нас нападают перцы! Я знаю, как с ними разобраться! Где они? Где дискоты? Опа! Да что мы их боимся? Сколько у нас шпаг? Четыре! Сколько у нас мушкетов? Четыре! А во сколько мы нападем? Заткнитесь! Заткнитесь, пожалуйста! Это бред какой-то! Царь Леонид, а какое у вас отчество? Аркадьевич. Как совпало! Леонид Аркадьевич, вам тут моя бабушка огурчики солененькие передала. Какие огурчики? Объявляю, боевое построение! Спартанцы, на нас идут перцы! На нашу родину! В наши дома! Будут портить наших женщин! И что мы им ответим на это? А можно с вами? Спартанцы, не щедя живота! Вперед! В атаку! За мной! В принципе, его выбор. Нормальный был мужик. Ну что ж, друзья, продолжим. Еще один немаловажный исторический факт, это, конечно же, украинские казаки. Про них снято немало фильмов, но мы вам представляем еще один. Итак, один день життя Запорийской Сечи. Капец скучно. Может, опять турецкому султану напишем? Точно! А давай напишем! Нет, пацаны, не надо, не пишите! Я напишу! Не пиши ему первым! Я напишу, пишу, 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 пишу! Все, я написал. Давай смайлик поставим. Все, отправляем. Нет, а что ты ему там написал? Ну там кальян заказал, шаурму, джинсы пусть привезет. Нормально. Ответ, ответ! Ну, давай, тут на турецком написано. Ну, давай, я прочитаю. Давай. И если вы еще раз приедете к нам в Турцию, то вам капец. Ой, господи, да пусть забирает свои джинсы, брат! Ну, чего ты психуешь? Прибыла императрица Екатерина Вторая! Опачки, очки-тапочки, казачки, идите к мамочке! Я опоздала? Что я пропустила? Судя по запаху, пару баночек пива. Ах, казацкое хамство мне. Руки убери! Ты что вообще приехала? У меня новости! Вот ваша запорожская сечь была, а теперь моя точка. Я тебе больше скажу. Если ты сейчас отсюда не уйдешь, это будет твоя пятая точка. Ладно, казаки, забудем старые обиды, впереди новые. А это правда, что ты в слове «Еще» допускаешь четыре ошибки? А ты сейчас со мной как с Потапом или как с Екатериной говоришь? Мужики, до чего мы с ней разговариваем? Просто выгнать ее с течи и все! Выгнать ее! Какие сильные парни! Останетесь со мной, разрешу вам бить женщин. Ура, у нас будут женщины! Бабы! Мужики, останетесь со мной, и я больше не буду лупить вас плетью! Останетесь со мной, я буду лупить вас плетью, да, но еще сильнее. Ладно, останетесь со мной, и я разрешу вам грабить товарные обозы. А мы будем таможенниками. Ладно, мужики, останетесь со мной, и я каждый день разрешу беспробудно пить и заниматься похотью. Меня это устраивает. Я извиняюсь, а вот сейчас вы сюда как Потап или как Екатерина пришли? Значит так, казаки, просто подчинитесь мне, и все. Да что вы, казаки, свободный народ, будем подчиняться какой-то там бабе! Не бывайте этому в атаку! Друзья, все мы прекрасно знаем, чем закончилась история Екатерины Второй и украинских казаков. К сожалению, как и в любом споре между мужчиной и женщиной, последнее слово было за Екатериной. Это он сейчас пацанами меня кусает? Ну так снимите с меня, я волк, это заразно! Друзья! Мы вам показали моменты из истории, в которых кто-то сильный и дерзкий пытался захватить свободный народ. К сожалению, изменить историю мы не в силах, но надеемся, что наше поколение проживет так, чтобы когда-то и про нас сняли исторический фильм со счастливым концом. Было бы прикольным, жить, быть всегда довольным. Было бы прикольным, с неволей стать свободным. Это сказал не я, это не мы сказали. До этого для нас свободные написали. Иван Мазепа, Шевченко, Богдан Хмельницкий. На этих улицах есть школы и больницы. Лена Костенко, Люк Кадер и Шанини одни. Это герои нашего времени. И нет истории прекрасней на белом свете. Истории отцов передадутся нашим детям. Ни англичане, ни французы, ни масоны, ни немцы не напишут историю, что живет в нашем сердце. На украинском языке или украинскую мову напишем разом нашу историю. Мы есть, и у нас мы та единая. Сказать на весь свит. Хорошая Украина! Украина, put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Любимый город для любимых людей! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok